Всем привет друзья, с вами Гиф. В этом выпуске я расскажу о последнем обновлении PowerPlay 2.0, которое вышло в начале ноября, о изменениях в игре сейчас и о планируемых будущих обновлениях. Начнем с PowerPlay 2.0, корабли базы в укрепленных системах, изменения отображения на картах галактики, миссии по зарабатыванию меритов, парочка новых сил. Все это вы увидите, если заново присягнете какой-либо силе. Вместе с релизом был сброс состояния участия игроков в силах. Самое главное изменение для меня появился прогресс по работе на ту или иную державу. Теперь в зависимости от заработанных вами меритов растет ваш ранг, а с ним растут и плюшки. Это могут быть как пакеты материалов, уменьшенная страховка, так и доступ к модулям сил. Причем не только к модулям вашей сил, а к модулям всех сил. И к сотому уровню вы получите этот доступ. Рост ранга линейный, 8000 меритов за каждый ранг на текущий момент. На прошлой неделе также прилично подняли вознаграждение в меритах как за еженедельные эмиссии. Этих штук принесут вам 10-15 тысяч суммарно. Меритов награды, да и в принципе увеличили за любые действия. Примерно в 4-6 раз по сравнению с изначальными. Для понимания сейчас 8000 меритов можно заработать не сильно напрягаясь за 1 час игры. То есть за сотню-другую часов игры вы получаете доступ ко всем модулям сил и этот прогресс у вас не потеряется никогда. Это конечно плюс. Сегодня 28 ноября доступен для покупки за кредиты корабль тип 8. Уверен из него выйдет хороший шахтер и перевозчик и когда-нибудь я сделаю о нем ролик. Также в начале ноября был предоставлен ранний доступ за арксы для исследователя Мандалей. Это средний корабль, быстрый, маневренный, ориентированный целиком на исследования по версии фронтиров и в доступ для всех игроков он полагаю попадет не раньше февраля 3311 года. Но и на днях анонсировали еще один корабль кобру марк 5. Это малый корабль. Судя по всему это будет марк 3 на стероидах. На один средний слот больше плюс отсек 5 класса, два доп места для экипажа и стеклянный кокпит с посадкой пилота по центру. В доступ за арксы она попадет уже через пару недель 10 декабря. Визуально она мне нравится хотя больше всего мне нравится именно стеклянный кокпит. Но большой вопрос у меня к позиционированию этого корабля в игре. Особенно зачем там три места, если два всегда будут пустые. Ладно, по-жимому видим, за кредиты она попадет видимо к марту не раньше. Теперь про будущее. Супер новая фишка, о которой Фронтиры намекали в марте этого года и которая должна была выйти в этом году. А выйдет на самом деле в начале следующего. Это колонизация. Не буду сейчас вдаваться в мелочи процесса, расскажу в общих чертах, как видят процесс колонизации разработчики. Игрок покупает заявку на колонизацию незанятой системы. Выдают его за кредиты по одной штуке в руки. Далее он должен разместить в ближайшие 24 часа в этой системе маяк колонизации, иначе заявку аннулируют. Одновременно, видимо, в одной системе может быть только одна заявка. Заявку можно подать на ближайшие системы по отношению к той, где ее покупаешь. Сейчас расстояние предполагается 10 световых лет, но скорее всего скорректируют, ибо это очень мало. Мало в том смысле, что для того, чтобы начертить некоторую прямую между далекими системами, надо лет 12-15. А если взять всего 10, то это такие круги придется делать. В общем, после размещения маяка колонизации игрок выбирает основной старпорт системы, и туда прибудет корабль колонизации. Строить этот старпорт. В зависимости от базового типа космопорта потребуется доставить разные товары для постройки. Сколько товаров и какие, на данный момент неизвестно ничего, но поставлять их смогут любые игроки. Когда все товары привезены, в следующий системный тик, в четверг, старпорт будет построен. Игрок, организовавший колонизацию, становится архитектором системы и может планировать дальнейшее развитие системы, предлагая постройку наземных или космических станций. Для них также нужно будет возить товары для постройки. Но, по мнению Фронтиров, это будет задел для роста экономики системы. И требуется это для проектов далекой колонизации, чтобы по пути были целые пузыри с экономикой и с товарами. Сколько и чего можно строить, зависит от самой системы, сколько там небесных тел, сколько ресурсов и тому подобное. Но, в целом, с пузырями и с колонизацией в текущем виде, это немножко странная логика. И вот, почему я так считаю. Допустим, действительно, радиус колонизации сначала будет 10 световых лет. Пусть у нас есть две системы на расстоянии 1000 световых лет, это два прыжка АВИКа. Но на пути от системы А до системы Б нужно будет сделать 100 колонизаций с шагом 10 лет. Одна колонизация в неделю — это 100 недель. 100 недель — это два года. Без выходных и отпусков строить по одному космопорту в неделю, заинтересованным в этом деле лицам. Строить на этом пути еще и мини-пузыри с экономикой? Зачем, если можно купить все в большом пузыре и за полчаса доставить? И то — это целых два года для того, чтобы продвинуться всего лишь на тысячу лет от пузыря. Такими темпами мы доберемся до колонии за 40 реальных лет. Ну а если из колонии полетят навстречу, то за 20. А до Бигглпойнта путь, так я понимаю, займет столетия, и туда приедут наши внуки. Отличный план по поддержке игры. Видя то, как фронтиры представляют себе стройку космопорта, я уверен, они никогда не были на настоящей стройке. И кстати, о логике в завершении выпуска. Последний торгоицкий титан Косиха то ли устал ждать, пока его допинают, то ли решил перед смертью уничтожить как можно больше федералов вместе с их столицей, а может решил сделать небольшой вояж по достопримечательностям человечества. В общем, он направляется в Сол и у прогрессивного человечества целых семь дней, чтобы ему не мешать. И тогда, во-первых, мы избавимся от федералов, а во-вторых, да неважно мне, как истинному имперцу и первого достаточно. На этом все. С вами был Гиф и удачных вам полетов.